Всем привет! В последнее время все чаще и чаще проскакивает информация о всевозможных стихийных бедствиях. В разных уголках планеты случается такое, что начинаешь всерьез задумываться о будущем нашей планеты. И сегодня я расскажу о некоторых знаковых природных явлениях, которые повлияли на жизни миллионов людей. Вызвав 11 февраля масштабные наводнения на островах Самоа и Американское Самоа, тропический циклон Гита обрушился на острова королевства Тонго. Общая площадь этого маленького государства в юго-западной части Тихого океана всего 750 квадратных километров. Большинство островов необитаемы. 70% населения проживает в столице Нукуалофе. Именно на нее пришелся основной удар стихии. Около двух третьих жилых домов и построек в главном городе разрушены и восстановлению не подлежат. Многие низинные районы островной части страны затоплены. Ощущается нехватка питьевой воды. На острове Танготапу десятки людей обратились к врачам за помощью. Урожай полностью уничтожен. 14 февраля циклон усилился до пятой категории и продолжил движение в море Фиджи. Как сообщила метеослужба, скорость ветра достигала 205 километров в час, порывами до 285. На следующий день другой тропический циклон принес с собой ливни, оползни и масштабные наводнения на Филиппинах. Пострадало 15 провинций и 350 домов. Эвакуировано 40 тысяч человек. На территорию Аргентины обрушился крупный град. 8 февраля 2018 года в 4.30 дня по местному времени жители города Кордова стали свидетелями падения небольших градин. Однако через некоторое время начали падать более крупные, размером с теннисный мяч. А затем они стали еще больше, достигая в диаметре 18 сантиметров. Очевидцы, которые наблюдали эту аномалию, отметили, что градины падали, как тяжелые камни. До этого с подобным явлением здесь никто не встречался. Местные жители предполагают, что град был более 18 сантиметров, но при падении о землю он частично раскололся. Вы можете себе такое представить? Такая глыба может не только оставить вмятину на крыше автомобиля, но и конкретно покалечить, если не сказать больше. Примечательно, что такие происшествия все чаще и чаще происходят по всему миру и даже в тех странах, где такого никогда не было. Например, 24 февраля в городе Медина, Саудовская Аравия, прошел шторм с проливным дождем и градом размером с перепелиное яйцо. Непогода вызвала частичное нарушение движения автотранспорта, также несколько человек пострадали. Не знаю, как вам, но мне почему-то вспоминается фильм «Послезавтра», где крупный град стал предвестником глобальной климатической катастрофы. А у вас в городе случалось такое? Начало февраля 2018 года надолго запомнится жителям Индонезии. В столице Джакарте и соседних районах правительство объявило высший уровень опасности. Причина – сильнейший за всю историю страны наводнение. Продолжительные ливневые дожди переполнили реку Челивунг, протекающую через главный город. Улицы в Джакарте и ее окрестностях превратились в бурные реки. Есть пострадавшие и пропавшие без вести. Местные власти объявили эвакуацию людей из затопленных районов. В общей сложности в результате стихии пострадало более пяти тысяч человек. Шестого февраля сильнейшие продолжительные ливни на северо-западе Аргентины вызвали мощнейшее наводнение. Более сотни домов буквально смыло бурными потоками, разрушено несколько крупных магистралей. В провинции Сальто уровень воды за сутки поднялся на полтора метра. Люди спасались бегством от стихии, судьба двоих человек пока остается неизвестной. В общей сложности от наводнений и оползней пострадало свыше шестидесяти тысяч жителей. Сотни домов и административных зданий остались без электричества. Спустя сутки режим чрезвычайного положения был введен и в Боливии. По меньшей мере, пятьдесят тысяч человек в семи из девяти департаментов страны остались без жилищ. Больше всех пострадали районы вблизи южной границы с Парагваем и Аргентиной. В 1963 году на экраны вышел триллер «Птицы» Альфреда Хичкока, одного из основателей жанра ужасов в литературе и кинематографе. По сюжету небольшой американский городок погружается в хаос в результате нашествия тысяч агрессивных чаек. Не скажу, был ли Хичкок провидцем или живым свидетелем чего-то подобного, но, как сообщила газета Sun, шестого февраля две тысячи восемнадцатого года в городе Мэскита, штат Техас, люди наблюдали сотни обезумевших птиц. Они рассекали воздухом по непредсказуемым траекториям. По словам водителя, свидетеля происходящего, такое здесь случается каждый год. И именно в начале февраля. Сфальсифицировать картинку на экране невозможно. Соврать не даст множество шоферов, которым в этот период приходится дружно отдирать кузов машин от птичьего помета. Спустя буквально три недели странно вели себя птицы и в мексиканском городке Чиуауа. Пернатые полностью утратили ориентиры, метались, падали, разбиваясь об асфальт. Объяснить поведение птиц в обоих случаях орнитологи пока не могут. Шестого февраля, за десять минут до полуночи 23.50 по местному времени, на северо-востоке острова Тайвань, близ города Хуалянь, произошло землетрясение магнитудой шесть и четыре балла по шкале Рихтера. За ним последовали автершоки магнитудой до пяти с половиной балла. По сообщениям китайского агентства TVBC, очаг землетрясения залегал на глубине пяти километров. Подземные толчки привели к разрушению здания отеля. Предупреждение об угрозе цунами не объявлялось. По несчастливому совпадению, два года назад, в этот же день, шестого февраля две тысячи шестнадцатого, в Гаосюне, Тайвань, произошло землетрясение силой шесть и шесть балла. После первой серии толчков последовала вторая. За восемь секунд было разрушено сорок четыре здания. Район Юнкан имел тогда послевоенный вид. Тогда пострадало более двухсот человек. Индонезия расположена на границе нескольких тектонических плит, где взаимное смещение приводит к высокой сейсмической и вулканической активности. Это огненное кольцо, как называют его геологи, охватывает все Тихоокеанское побережье в Азии, Южной Америке и Австралии. Гора Синабунг высотой две с половиной тысячи метров расположена в северной части острова. Это одна из 120 горячих точек Индонезии, проявляющих признаки активности и в наши дни. В течение четырех столетий вулкан Синабунг считался мертвым, но в две тысячи десятом году заставил вновь говорить о себе. В начале две тысячи четырнадцатого извержение стало причиной масштабных разрушений, и очередной раз вулкан напомнил о себе в этом году. Девятнадцатого февраля выброс достиг пика. Как сообщают новостные агентства, столб пепла вырвался на высоту пять тысяч метров и настолько же растянулся на юг. В шестидесяти километрах от Синабунга расположен город Медан. К счастью, по данным Национального агентства Индонезию по урегулированию бедствий, на этот раз человеческих жертв не было. И это, конечно же, хорошо, но у меня все равно крутится вопрос. Как? А главное, зачем жить рядом с вулканом? Ведь рано или поздно он все равно взорвется. Я бы, например, так не смог. А вы? Проливные дожди, прошедшие во второй половине февраля две тысячи восемнадцатого на территории южных районов Курдистана и в центральной части Ирака вызвали каскад наводнений. От разгула стихии пострадало свыше двухсот тысяч жителей. Семнадцатого восемнадцатого февраля этого года на северо-востоке страны в городе Сулеймания за сутки выпало сто двадцать пять миллиметров осадков. Через день в северо-восточном городе Тус-Хур-Мат-Ли двести тридцать один миллиметр. Стихийное бедствие коснулось также территорий Ливана, Турции и Сирии. Высокая вероятность гигантского оползня в штате Вашингтон привела к экстренной эвакуации местного населения. Министерство по чрезвычайным ситуациям региона предупреждает, что обвал хребта, который находится над несколькими десятками домов и ключевой автострадой I-82, может произойти уже в самом ближайшем будущем. Масштабы бедствия пугают. Площадь потенциального обрушения составляет двадцать четыре футбольных поля. Объем породы, который может обрушиться на прилегающий поселок, по самым скромным подсчетам приближается к трем миллионам кубических метров. Оползень может спровоцировать масштабные наводнения, которые затопят близлежащую Якиму, город, где проживает девяносто четыре тысячи жителей. Но больше всего настораживает то, что этот оползень возник не так далеко от известного супервулкана и места потенциального континентального разлома. Да, глядя на все это, понимаешь, что есть куда более важные вещи, чем биткоины, модная одежда или новый смартфон. Наверное, сейчас именно то время, когда нужно хорошенько задуматься над своими жизненными приоритетами и начать делать что-то действительно хорошее и правильное. А что по этому поводу думаешь ты? С нетерпением жду комментариев. Как всегда, спасибо за лайки, пока!